Всем привет! Сегодня, обожаемая мною, я надеюсь, вам тоже видео о бюджетной косметике, о недорогих находках, которые способны заменить люксовую косметику. В некоторых случаях это будут аналоги. И давайте не буду затягивать, сегодня у нас много нового, интересного, незаезженного. Поехали! Давайте начнем с абсолютного аналога пудры от марки Armani. Я думаю, что не стоит проверять, сколько именно стоит это средство. Все и так знают, что Armani это как бы далеко не дешево. Эту пудру я купила где-то осенью, и меня немножко расстроил космически быстрый расход. Я даже удивилась, что у меня так быстро появилось дно. Я начала искать какие-то замены. Я нашла, и эта пудра очень интересная. Мне казалось, что это что-то феноменальное, и что мне придется таки докупить рефил к этой пудре. Что она делает? Она дает дополнительное покрытие. Когда я пользуюсь легчайшим тональным кремом, вижу, что в некоторых местах мне не хватает дополнительного покрытия. Или хочется, чтобы мой макияж выглядел таким идеальным, чтобы это была такая отфотошопленная кожа. Тогда я пользуюсь такого плана пудрами. Но если у вас жирная кожа, то скорее всего это вариант не для вас. Также если у вас очень много текстуры неровной, какие-то бугорки на коже, высыпания, просто лучше выбирать пудры немножко другого формата. Это очень сильное свечение. Если вы такое любите, то вам по этому адресу. И все то же самое я могу сказать о пудре, которая стоит раз так в 7, наверное, дешевле. Да, это не бюджетный бренд, это профессиональная косметика от марки Поэзо. Но разница в цене очень-очень сильно отличается, и ваш кошелек это почувствует. Пудра от Armani продается с толковой кисточкой, еще бы. За такую цену эта пудра должна еще и приносить мне кофе в постель. Я шучу, но кисточку я сохраню после того, как пудра закончится. Она мягкая, она так прозрачно наносит пудру, при этом все то, что нужно, она перекрывает и заполировывает лицо. Что касается пудры от Поэзо, то я беру, опять же, бюджетную кисточку от EcoTools. Я еще раз, как обычно, оставлю вам все названия и ссылки внизу на фобоксе. И также еще раз поделюсь с вами ссылкой на хорошие, качественные кисточки для макияжа лица и макияжа глаз из Алиэкспресс. И на EcoTools для пудры тоже оставлю для вас. Так вот, пудра обалденная. Все то же самое, все охи-ахи по поводу пудры Armani я могу применить для описания пудры марки Поэзо. Немножко того, что сегодня на мне, и вам это срочно надо, мне не стыдно это говорить, потому что это настоящая бюджетная бомба. И все это о палетке для контурирования от бренда Alamel. Я раньше не была знакома с этой маркой, я вскоре отправляюсь в Украину. Если вы знаете, что еще интересного у них можно приобрести, пожалуйста, поделитесь со мной. Я с удовольствием закажу, потому что у меня есть средства для губ, кое-что для глаз и вот эта палетка. Девочки, это люксовое качество. Вот правда. Во-первых, здесь очень-очень удачные оттенки. Вот настолько универсальные, насколько универсальными могут быть косметические средства, поверьте мне. Здесь очень приятный бронзер, причем он абсолютно не рыжий. И также серо-коричневое, более холодное средство для контурирования. Также три оттенка румян. Один такой спокойный, вот оттенок пыльной розы, я бы сказала. Дальше нежно-персиковый, персиково-розовый и более темный, который сегодня я использовала для прорисовки складки века. Но также вы можете смешивать все эти оттенки и получать, к примеру, более насыщенный цвет, когда вы чуть-чуть подзагорите. Классно, что у них такая шелковистая текстура. Они вообще не меловые, они не пятнят, они равномерно наносятся. И эта палетка подойдет даже тем, у кого очень неровная кожа, как у меня сейчас. Я даже не знала, чем накраситься. У меня очень часто все румяна сияющие. Вы знаете, что я только в этом году, даже в этом сезоне, можно сказать, полюбила именно матовые румяна. Но если вам захочется свечения, вы просто смешиваете эти оттенки с хайлайтером. Вот хайлайтер кажется немножко таким желтоватым. Нет, он нейтральный, он ванильный. Такой, каким должен быть самый универсальный в мире хайлайтер. Он без блесток. Это такое, знаете, равномерное свечение. Не пошлое. Мне не нравится, когда дневной макияж чересчур. Этот хайлайтер вы можете нанести и нежно, и при этом наслоить до вечернего варианта. Мне безумно понравилось. Вот от чистого сердца советую вам. У меня палетка в номере 1. Я без понятия, существуют ли другие. И по-моему, у кого-то в инстаграме я видела информацию о том, что эта косметика доступна в сети Ева. И по-моему, я видела ее на мейкапе. Я напишу вам точно в инфобоксе. Еще оказалось, что у Ламель просто роскошные карандаши для губ. Они не хорошие. Они по-настоящему обалденные. Я даже не знаю, с чего начать. Давайте, наверное, с цветовой гаммы. У меня 6 оттенков. Я пока что не пользовалась красным. Но вот эти 5 выше всех похвал. Сегодня я накрасилась, пожалуй, самым любимым. В номере 7. Вы знаете, что я очень часто выбираю именно более холодные, нетеплые нюдовые карандаши. Да и помады, в принципе, тоже. И это мой новый фаворит. Честное слово, у него, не у него, у них всех очень приятная гелевая текстура. То есть, они скользят по губам. И, девочки, вы обязаны их попробовать. Вы будете вспоминать меня добрыми словами еще очень долго. Каждый раз, когда будете возвращаться за ними вновь и вновь и вновь в магазин. Эти карандаши еще и супер стойкие. Вы можете не просто обводить ими контур, но и полностью заполнять губы. Я сейчас нарисовала себе такой жирный сводч и понимаю, что я прохожу с ним до завтра так точно. Еще мне, в принципе, мне нравятся все оттенки. Они такие вот благородные, не знаю, настоящие, натуральные и универсальные. Я люблю те средства, которые я могу посоветовать и блондинкам, и брюнеткам, и темненьким, и светленьким. Всем. Это вот как раз тот случай. Мне очень нравится номер 1. Это пыльная роза, но такая более светлая, да. Я, короче, сегодня буду разукрашенной по полной программе не только здесь, но и на остальных участках моего тела. Номер 8. Короче говоря, вы посмотрите сводчи и поймете, что это просто те оттенки, которые я реально предпочитаю у макияжа. Но помимо вот таких нейтральных, около нюдовых, есть и коралловый, и вот этот более яркий, который я использую с помадой мак. И вообще нет никакой разницы. То есть можно сказать, что эти оттенки повторяют мои любимые помады в более дорогом сегменте. И темный, также винный. Я очень радуюсь, когда мне удается найти что-то качественное, при этом недорогое. И, как видите, пигментация у этого карандаша тоже на очень-очень высоком уровне. В сочетании с карандашом, который я только что показывала, на мне сегодня помада также от Lamelle. Это то, что мне удалось прям хорошо попробовать, протестировать. И то, что по-настоящему понравилось. Помада в оттенке 01, 101, простите. И это линейка Insta Girl. И вот точно так же, как с карандашами, у нас с этими помадами случилась Love Story. Оттенок, который сейчас на губах я уже назвала. Но еще есть и вот такой бежево-пыльно-розовый, но подходящий всем и каждому. Оттенок 102. Это такие правильные нюды. Мне нравится то, что у этих помад практически отсутствует отдушка. То есть, если вот подумать об этом и прям внюхаться, то только потом ощущается такой легкий фруктовый аромат. Следующий оттенок. Вот я думала, сейчас начну пользоваться темными и тут им достанется. Не тут-то было. Номер 105. Винный, красивый. Все цвета насыщенные. У них кремовая, гелевая консистенция. Я бы так ее назвала. Очень приятно и комфортно ощущаются на губах. Не ложатся слишком плотным слоем. И при этом их не нужно 100 раз наслаивать. И также они как бы не совсем застывают на губах. Но, в общем, они и комфортные, и при этом не отпечатываются. И для того, чтобы получить по-настоящему насыщенный оттенок, вам также не придется 100 раз все это наслаивать. Прям очень хорошее средство. И, конечно же, мне понравился такой цвет пиона приглушенный. Пыльная роза. Да, все мы знаем, что у меня немножко того. Номер 104. Ну, вы знаете меня. Что тут добавить? Но, секундочку. Есть также яркие оттенки. Вот такой немножко чернично-фиолетовый. И, вы знаете, очень часто настолько красивые цвета встречаются именно в люксе. Сейчас вот в более доступном сегменте можно приобрести что-то такое. Очень красивое. И я как-то так посмелела. Мне хочется чего-то более яркого. Поэтому буду пробовать еще и с красноватыми. Мне сейчас нравятся не классические красные помады именно с синим подтоном. А иногда даже выбираю что-то такое с огоньком. И вот как вариант малиновый от Lamelle в оттенке 104. Они очень хорошие, правда. Теперь жидкие металлические тени от марки Belle. Я купила их так давно, по-моему, еще прошлым летом. И была уверена в том, что я уже поделилась с вами. Рассказала, насколько они хорошие. И как бы со спокойной душой продолжала ими пользоваться. У меня есть два оттенка. 0,2 и 0,3. Третий сегодня в небольшом, я бы сказала, в минимальном количестве у меня на глазах. Так как они очень насыщенные, очень пигментированные, нарядные. И второй я, кстати, покупала для того, чтобы сравнить его с моим любимым тинтом от марки Armani. Это немножко другая формула. Она ближе к той, которая также мне очень сильно нравится от бренда NYX. Но NYX сейчас пропадают. И я так нигде и не купила свой любимый второй оттенок. Такое именно розовое золото. Это довольно близко, но не то же самое. Тени от Belle чуточку более персиковые. Ну, короче, это такие минимальные разницы. Суть в том, что этот оттенок очень хорошо освежает. Если вы боитесь около персиково-красноватых цветов, то не стоит. Потому что сейчас всех нас поцелует солнышко. И когда кожа чуть подзагорела, мне кажется, что такие цвета по-особенному красиво выглядят. И сейчас я купила себе новое освещение. Дайте мне несколько дней. Я постараюсь все настроить так, чтобы теперь уже все четко было видно. Мне кажется, что в жизни эти тени красивее, интенсивнее сияют. Но это не какое-то освещение, которое дают пигменты. Это именно металлический блеск. И на мне эти тени держатся без проблем, без какой-либо базы. Растушевываются пальцем. И это оттенок на каждый день. Лично для меня... Как лично для меня? Это просто мои какие-то предпочтения. А оттенок 03 это очень хороший цвет для быстрого smokey eyes. Даже для дневного, вечернего макияжа. Все зависит от того, сколько вы его нанесете. Как сильно вы его растушуете. И какими оттенками вы будете его дополнять. На него, на них очень хорошо наносятся другие тени. И оттенок Haki. Ну, я бы сказала, что это такой светло-холодный коричневый. Вот, наверное, так. Очень советую присмотреться к ним. Они беспроблемные. Если моя память мне не изменяет, то у Armani... Ну, вот точно есть похожий цвет. Только то ли девятка, то ли восьмерка. Короче говоря, это просто очень удачная бюджетная находка. Может, не совсем бюджетно, но зато очень классно. И все-таки L'Oréal это не люкс. Поэтому расскажу здесь. Это очень хорошее средство для бровей, которым я пользуюсь на постоянной основе с того момента, как только попробовала. Мне очень нравятся оттенки и даже форма выпуска. Хотя я пользуюсь этими средствами не совсем так, как советует производитель. То есть L'Oréal предлагает нам достать это нечто, такой спонж, наверное, да, нанести средство на брови. Дальше распределить его при помощи кисточки. Кисточка тоже есть в наборе. И потом это все вычесать гребешком. Я делаю не так. Девочки, почему? Я говорю, что мне нравятся... И молодые люди тоже меня постоянно исправляют. В общем, дорогие зрители, давайте, наверное, так будет по-честному. Мне нравится то, что это не форма помады. Потому что помада очень часто быстро застывает. Это раз. А во-вторых, очень часто помады изначально для меня лично имеют слишком плотную консистенцию. И чаще всего я долго снимаю их с кисточки, провожу какие-то непонятные махинации. Поэтому для меня это очень даже удобно. То есть я вынимаю спонж, набираю его на кисточку, прокрашиваю брови, дальше все распределяю. И оттенок для блондинок, наконец-то, для пшеничных блондинок. Аллилуйя! Спасибо, Лориаль! Это слегка оливковый, светлый оттенок, который застывает. Но оливковый не бойтесь. У меня постоянно оливковые брови. И, по-моему, я выгляжу так. Ну, норм, да? Также есть тауповый оттенок для всех брюнеток, для тех, кому нравятся холодные оттенки на бровях. Ну, то есть, если у вас такие пепельные волосы больше, то, наверное, вам больше подойдет такой. Но я предпочитаю брови понежнее. Мне кажется, что тогда я выгляжу моложе. В моей 31 уже можно выбирать такие косметические средства. У меня очень хорошее настроение. Вы знаете, что я подшучиваю. И средство обещает быть суперстойким, тентовать брови. Но я наношу не так много, чтобы заметить этот эффект. Поэтому для меня это просто очень стойкая, жидкая помада для бровей. И мне очень удобно работать с этим средством. Потому что оно пластичное, оно без проблем распределяется. Оно не застреет где-то там в волосках. Даже если когда-то что-то там пошло не так, я просто вытерла это все ватной палочкой с мицеллярной водой. И тоже нормально. И еще дополнительный плюс за то, что гель, ну это такой, знаете, более густой гель для бровей. Он еще и фиксирует волоски. Когда-то у меня в фаворитах была такая краска, как бы, ну что это, гель, наверное, от Make Up For Ever. И мне кажется, что эта формула очень сильно напоминает моего любимца. Просто тогда я пользовалась более холодными оттенками. И Make Up For Ever я не нашла что-то такое для пшеничных волос. У меня, кстати, часто в зависимости от освещения, от камеры, по-разному выглядит оттенок волос. Но средствами для бровей я просто из года в год постоянно пользуюсь одними и теми же. Вы знаете, что и Анастасия Баверли Хиллз вечно со мной. И то, что нравится, вот поселяется в моей косметичке на очень-очень долго. Скажу несколько слов о уходе. Я много раз советовала вам сыворотку от La Roche-Posay. Мне она очень нравится. Особенно, когда у меня обезвоженная кожа. Она вот настолько сухая, что хочется как бы запечатать всю влагу. Мне кажется, что я уже так много говорила о ней. Вы знаете, за что я ее люблю. Так вот, бюджетный аналог это средство от Eveline. Его, кстати, больше и также хорошо удерживает влагу, улажняет кожу дополнительно. И обе сыворотки слегка липкие на лице. Но с моей кожей, особенно когда это межсезонье, это наоборот плюс. Я все перекрываю кремом и я не ощущаю этой липкости. И эти средства я еще и люблю за их, как бы знаете, свойства праймера. Потому что на них дополнительно хорошо прилипает, скажем так, макияж. И он не сдвигается, не забивается в морщинки, в какие-то складочки. Если у вас сухая, обезвоженная кожа, комбинированная, то попробуйте. И это линейка Гиалурон 3 в 1 эссенция гидратора. Я также в отдельном обзоре рассказывала подробнее, что есть в составе. По цене, мне кажется, что это достойный аналог. И да, теперь вы знаете, чем более бюджетным можно заменить мою любимую сыворотку. Она все-таки, ну, довольно дорогая. Две тенюшки от марки Эстраде, два базовых оттенка. Очень классная, у них приятная текстура и цвета очень универсальные. Сегодня универсальность так тонкой линией проходит через все видео. Ну, что тут поделать? В этом все я, мне кажется. Здорово, что здесь есть еще и спонж. Иногда, иногда он очень даже в тему. Особенно в случае вот таких перламутровых теней. Давайте по порядку держу этот, это первым открыла. Правильный серо-коричневый оттенок для прорисовки складки века. Если вы так же, как я, просто там наносите какие-то жидкие тени, чуть затемняете. Вот раньше, когда я была моложе, ну, я как-то позже вам расскажу, какие изменения я замечаю. Они есть. То есть, возможно, у кого-то генетика получше или у кого-то получше, полегче образ жизни. Или, ну, не знаю, от чего это зависит. Но я конкретно вижу, что есть изменения в 20-летнем возрасте и в 30-летнем. Ну, то есть, как бы, да. Let's face it. Ну, об этом в следующий раз. Так вот, сейчас мне хочется чуть больше подчеркнуть глаза, потому что они стали, ну, не то чтобы тусклыми, но для того, чтобы выглядеть свежее, мне нравится немного теней добавить именно в складку века. Не всегда хочется тянуть целую палетку, но у меня не было таких однушек, да. В правильном оттенке, с такой приятной текстурой, она шелковистая. Эти тени вообще очень хорошо наносятся. Мало того, я иногда пользуюсь ими в качестве скульптора. Когда у меня есть хороший бронзер, любимый с собой в поездках, да, но хочется там для фотографии чуть-чуть добавить именно тени, я беру и все нормально. Очень хорошие тени. У них классная пигментация, они беспроблемно тушуются. И, как мне кажется, это мини-хайлайтер в виде теней, также от Estrada. Это был номер 208, а это 205. У меня еще есть какие-то, но я не всеми настолько много пользовалась, чтобы включать их в такой хвалебный обзор, потому что мы сегодня говорим реально о стоящих средствах или о реально стоящих. В общем, это ванильный оттенок теней, но мне кажется, что он даже в качестве хайлайтера сойдет, потому что он такой интенсивный. Но при этом в нем нет блесток, нет каких-то частичек, очень плавно наносится, не подчеркивая текстуру века или лица. Иногда в качестве хайлайтера тоже. Вот, очень хорошие тени. Советую присмотреться. Мне кажется, что я единственный блогер, который не рассказывает о пудре от Лоры Мерсье и Кат Фон Ди. И Hourglass, просто на мне они не настолько хорошо работают, как вот эта от Too Faced. Она немножко желтоватая, но написано, что она прозрачная. И эта пудра фантастически фиксирует консилер. И я ее пользуюсь с прошлого года. Я купила ее, по-моему, перед праздниками. Но это не важно. Просто она у меня даже есть в миниатюре. Я без нее не могла обойтись. Вот реально мне казалось, что мельче пудры и вот такой нечрезмерно матирующий, оставляющий живой финиш на лице, она не сияет ни в коем случае. То есть она просто максимально качественно закрепляет макияж и держит его в течение всего дня. Она работает с каждым консилером, с каждой тональной основой. И как же я рада, что я нашла ей бюджетный аналог от марки Everline. Это банановая пудра. У меня не было их персиковые, которые тоже являются новинкой. Но как-то вот мне захотелось банановую, потому что мне нравится вот этот желтый подтон. Но это, знаете, мизер какой-то. Мне кажется, что обычный пользователь косметики даже не замечает этой разницы. Это я уже тут непонятно чем занимаюсь. В общем, это просто очень хорошая рассыпчатая пудра, которая выполняет все то же самое, что Too Faced. Я пользуюсь ею с того момента, как я купила ее, по-моему, да? Вот, очень хорошая пудра. И мне нравится то, что здесь все можно заклеить, достать ровно столько, сколько вы хотите. Она мельчайшая, она не выбирывает лицо. Она здорово смотрится на фотографиях. Она так же, как это, стирает поры. То есть и под глаза с любым консилером. И также какие-то складочки, да, которые у нас с возрастом появляются для бейкинга. О, вот, я недавно начала увлекаться бейкингом, и моя жизнь никогда не будет прежней. Короче говоря, для меня это настоящий аналог, но который по качеству абсолютно не уступает. И в конце аналог моей любимой палетки от Urban Decay. Она уже в таком виде. Мне стыдно ее показывать. Она очень подертая. Я часто беру ее с собой. При этом тени классно спрессованы и хватает надолго. Оттенки немножко спорные. Во-первых, это теплая цветовая гамма, однозначно. Но мне подходят идеально вот эти три и последний. Оранжевым я практически не пользуюсь. Вот честно, красноватым иногда для вечерних макияжей, когда я более на авто загаренная или загорелая. Все зависит от сезона. Но тени сами по себе не очень нравятся. Я также много раз нахваливала их. И если вы живете в Польше, или если в вашей стране представлена марка Lovely, то в качестве бюджетной замены я с чистой совестью советую вам палетку от марки Lovely. Она называется Peach Desire. И цветовая гамма, как видите, очень сильно напоминает Naked Heat малютку. Только вот знаете, здесь еще больше оттенков, которые дают нашей фантазии разыграться. И можно выполнить больше разнообразных вариантов макияжа и на каждый день, и также что-то такое цветное. Мне очень нравится вот этот, я даже не знаю, как его назвать. Он и не красноватый, и не лиловый. Он красиво переливается. И для такой палетки за пару копеек, это просто мега-пигментация. Вот на веках у меня прям очень редко получается такой нежный макияж. Мне всегда нужно помнить... Блин, два раза проехалась по разным теням. Мне нужно помнить о том, что берем чуть-чуть, снимаем с кисточки, и потом только делаем какую-то нежнятину, иначе получится полный гламур. Очень хорошие тени, матовые оттенки, шикарного качества. Вот эти, ну, я бы просто советовала наносить их пальцем. Красивый бронзовый в сочетании с остальными. Ну, он такой персиково-бронзовый, наверное, так. И вот этот я люблю добавлять в уголок глаза, когда обычный базовый макияж, чуточку какого-то такого фиолетового, ягодного, красноватого, и всегда глаза становятся такими выразительными, более зелеными. У меня серо-зеленые глаза, и это не всегда заметно. А если я правильно подчеркну их определенным макияжем, тогда сразу виден интенсивный оттенок. Господи, я такая грязная, подождите. И бонусное средство на сегодня. После последнего видео о разочарованиях, можно было догадаться, что я нахожусь в поиске какого-то недорогого, при этом супер качественного, стойкого карандаша для глаз, именно в шоколадном оттенке. Та-дам! Это ламель. Опять же, гелевый карандаш. Он настолько приятный в использовании. Он не то, чтобы не уступает Urban Decay. Он такой же. Простите, пожалуйста, Urban Decay. Ну, это так. Он хорошо тушуется, он никуда не теряется, не утекает. Хотя, если наносить любой карандаш на водную линию, то мне приходится его обновлять в течение дня. Так что, мне кажется, что сейчас человечество еще не изобрело карандаш, который будет держаться 24 часа на слизистой. Или я о нем не знаю. Гелевую подводку в этом месте я не могу использовать. Карандаш в оттенке 102. Он и не рыжий, и не слишком серый для Smoky Eyes в качестве подложки, для затемнения ресничной линии. Уже заговариваюсь. Столько наснимала и девушки, и молодые люди. Все, что я сегодня вам насоветовала, я могла бы порекомендовать и своей маме, и своим близким подругам. Я всегда искренне радуюсь, когда нахожу что-то из любого ценового сегмента. Для меня просто нет какой-то разницы. Это дорого или дешево. И я всегда точно так же, с таким же воодушевлением делюсь с вами. Если видео оказалось для вас интересным и полезным, не забудьте поставить пальчик вверх. Всех целую и обнимаю. Пока-пока.